Нефтяной скандал разгорелся в американской Оклахоме. Губернатор этого штата решил закрыть почти 40 нефтяных и газовых скважин. Дал на это 10 дней. Время пошло. В резервуарах хранят воды, отработанные при добыче подземных ископаемых. Именно они могут вызвать землетрясения, опасаются власти штата. Сланцевая революция в Соединенных Штатах переживает не лучшие времена. Действительно, в густонаселенных районах, таких как штат Нью-Йорк, уже запретили применять эту технологию для добычи сланцевой нефти. Что касается других районов, там, где население не такое активное, его не так много, там пока еще этого запрета нет. Но операционные затраты на добычу сланцевой нефти составляют от 35 до 50 долларов за баррель сейчас. При тех ценах, которые есть на мировом рынке, сланцевая нефть категорически невыгодна. И добыча ее сворачивается и без всяких экологических проблем. Но экологические проблемы, конечно же, добавляют к этому и свою составляющую. Теперь в Оклахоме частично становится добыча нефти и газа. Чем обернется для губернатора такое самоуправство, скоро узнаем. Но его опасения не беспочвенные. Геологи в США опубликовали доклад, что добыча сланца и правда может вызвать подземные толчки. Обычно для этого используют метод фрекинга. В скважины на большой скорости закачивают специальные жидкости. Эта технология привела в США к так называемой сланцевой революции. Америка нарастила добычу углеводородов, цены на них ползли вниз. Но в США уже почувствовали и обратную сторону таких достижений. Интенсивный фрекинг вызывает не маленькие толчки, а крупные землетрясения. Американские геологи изучили бедствия прошлых лет, параллельно собрали данные о 180 тысячах скважин США. Из них около 18 тысяч как раз находились в Аклахоме и Техасе, где в прошлые годы произошли самые мощные землетрясения. И вот сейчас подземные толчки возникли в этих штатах. Жители и власти оказались испуганы не на шутку. Тревогу объявили даже на атомной станции Купер в соседнем штате Небраска. Первый фрекинг-разрыв был сделан именно в нашей стране, на Донбассе. И тогда эта технология не пошла из-за ожидаемой опасности этой технологии. Потому что тогда не было достаточных сил и средств для расчета напряженного состояния. Полного расчета напряженного состояния Земли. И вот то, что сейчас происходит в Аклахоме, это тоже, видимо, связано с тем, что все-таки не было достаточно хорошей трехмерной модели напряженного состояния. Беспокоено в Южной Дакоте. Там индейцы не дали властям строить нефтепровод на месте старинного кладбища. Устроили протесты, которые потом переросли в столкновения. Индейцы бьют охранников и даже сторожевых собак. КОНЕЮ!, КОНЕЮ! Субтитры создавал DimaTorzok